Радио Югра. Главное окружное радио. Никита, Марина. Привет. Посмотрела в бумажку. Никита, Марина. Точно. Все верно. В связи с тем, что я в последнее время только ваши имена все время помню и ваших коллег называю вашими же именами. Спасибо, Даша. Пожалуйста, очень некрасивая ситуация получается. Ну да ладно. Нам немножко приятно это слышать. Нам стало очень приятно. Ребята, думаю, не обижать. Но, ребят, я поздравляю вас. Рабочая суббота. Мы дожили до этого дня. Вот, Даша, Даша, слышишь? Восторженный писк. Там сзади? Да, да, да. Это Света, наш администратор. Она сейчас просто бьется в истерике от родостей. Ну прям рада. Я чувствую, Света хочет написать какое-то письмо. Возможно, даже коллективное письмо. Ребята, давайте будем работать каждую субботу. Мне так понравилось, так понравилось. Свет, если что, я не с тобой. Я не буду участвовать в этом эксперименте. Мне это не очень нравится. Кстати, по поводу рабочей субботы. В декабре нас еще тоже ждет рабочая суббота. Потому что там у нас потом впереди... Ну, в декабре. А, там перенос из-за праздника тоже, да? Да, и перенос. И потом там 31 декабря из-за этого не будем работать. Ну, в общем, зато в субботу будем. Но у нас есть время подготовиться до декабря. Мне все-таки хочется сейчас выяснить. Вот вы же, наверное, первый раз, да, в субботу работаете. Как вообще ощущения? Да нет, наверное, работали уже. Нет, на моей памяти первый. Ну, по крайней мере, наш с тобой эфир. Нет, нет. Я думаю... А, эфир именно, да? Возможно, да. Конечно, эфир. Конечно, эфир. А эфир, да, пожалуй, первый раз. Ну, это как... Нормально, нам нравится. Нравится? Значит, вы в одной команде со светлой. Да, успокаивают эти четыре дня впереди. Не два, как обычно, а четыре, поэтому... Да, 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 согласна. Да, хорошо. Придумали уже, чем будете заниматься? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Со мной все ясно. Хорошо, я поняла. Я поняла. Никита будет работать. А я отдыхать. Да, слушай, ну хорошо. Все, у нас ничего не меняется. Да, да, да. Мало что изменилось. Никит, ну, в конце концов, ты где-то найди в себе силы, найди время для того, чтобы отдохнуть. Маленечко, потому что я уже устала смотреть на твое неотдохнувшее лицо. Слушай, я с пяти до семи буду спать. В принципе, все. А, вот как. То есть вот немножечко поменяешь график. Да, я немножко позволю себе расслабиться. Может быть, даже включу телевизор. Ну, в смысле, просто включу и дальше работать. Да, да, да. Ну, вообще можно, конечно, и телевизор посмотреть. А вот что касается отдыха, все-таки я тебе, как человек, который каждый месяц общается с психологами, и даже не по одному разу, хочу сказать, что уделять себе время просто необходимо, особенно в нашем персиковом возрасте, и нужно обязательно давать себе отдыхать. И если вдруг ты хочешь валяться на диване, сделай это, поваляйся на диване. Конечно. Даша, у тебя планы есть на... Да, вообще. Конечно. Громадье, слушайте, громадье, у меня кухня не чищена, у меня стены не крашены. У меня, в конце концов... И она еще меня обвиняет в том, что я работаю. Слушай, работу по дому это последнее дело вообще в выходные, нужно отдыхать. Ну, знаешь, у меня другого времени нет для того, чтобы сделать эту работу, и никто, кроме меня, это не сделает, ну, разве что только коты. И то у меня есть на выходных, вот на этих, на длинных выходных, потом быстренько два рабочих и еще длинные выходные. У меня есть в голове мысль о том, чтобы научить уже, в конце концов, котов своих, чтобы они уже что-то по дому делали. Хотя бы шерсть за собой убирали. Да, хотя бы, ну, в конце концов, хотя бы. Потому что, ладно, я приношу деньги, вот это еду, деньги, игрушки, все, типа, а они когда мне начнут приносить? Сколько можно в конце концов? Нет, там же такое отношение, кожаная, давай еду, погладила немножечко, и все, можешь идти дальше работать. Ну, это, надо сказать, что это да, это я у них живу, а не они у меня. Ну, тебе, да. Ребят, хорошей вам субботы рабочей, хорошего настроения, впереди длинные выходные. Постарайтесь отдохнуть, постарайтесь набраться силы, чтобы 2 мая мы с вами увиделись, а вы бодрые, не знаю, такие, налившиеся солнцем, напитавшиеся шашлыком. Вот, про персиковый возраст мне понравился, особенно я буду теперь руководствоваться этим принципом. Спасибо, наш хороших выходных шашлычных. До встречи, пока-пока.